МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Покажем, как столкнулись Киэ и Рено на проспекте Победы. Я врезаюсь на него, он сюда, скинул, и у меня все. Это там хит не имеет. Авария попала в поле зрения видеорегистратора. И что видели свидетели? А вы не верите в то, что она могла отзываться? Не было таких случаев. Суд над воспитательницей. По версии следствия, женщина угрожала убийством и незаконно лишила свободы 4-летнего малыша. Это и не только. Прямо сейчас. Чудом остался в живых. Крупная авария произошла в Пестричинском районе. Возле деревни Старая Кощакова лада 14-й модели на высокой скорости влетела в длинномер. В результате аварии легковушка вмиг превратилась в груду бесформенного металла. В каком состоянии находится водитель, расскажет Айрат Назипов. На место происшествия незамедлительно прибыли как сотрудники МЧС, так и бригады скорой помощи. Спасатели при помощи специального гидравлического инструмента вскрыли разбитое авто и помогли пострадавшему водителю выбраться из него, после чего передали молодого человека в руки медиков. Несмотря на серьезные повреждения автомобиля, водитель ладочной инстамодели чудом остался жив. При бывшем навесном медика, по рассказам очевидцев, мужчина жарался на боли в руке. Сейчас он госпитализирован. Предварительно 22-летний водитель отделался ушибом в руке. Куда меньше повезло его автомобилю. Машина превратилась в груду металлоломом после того, как въехала в заднюю часть грузовика. Известно, что динамир ехал со стороны Казани, тогда как легковушка двигалась ему навстречу. Столкновение произошло в момент, когда больший груз начал поворачивать налево. Да, он летел по встречной полосе, обгоняя встречных, идущих по его направлению, трех машин, друг к другу идущих. Я завершаю маневр. Он, видать, и линию не управил. Ну, скорость большая была. Видать, и тормозу хорошо. И занесло его в мою сторону. Также в ДТП попал и автомобиль «Шевроле». Иномарка, следовавшая за фурой, столкновение не участвовало. Однако обломки 14-й повредили автомобиль. Я так поняла, что он был просто на большой скорости. Просто он... Ну, получается, он хотел объехать фуру на большой скорости, выйдя навстречу, получается. Все происходящее попало в поле зрения видеорегистратора. Как видно на записи, ладо 14-й модели, пытаясь избежать столкновения, выехал на встречную полосу. Сейчас эту запись изучают автоинспекторы. С высокой вероятностью виновника аварии предстоит раскошелиться на весьма приличную сумму. Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Не определили очередность проезда и попали в крупное ДТП. На пересечении улицы Ломжинска и проспекта Победы Киэрио протаранило Рено Дастер, после чего влетело в столб. Удар был такой силой, что одному из участников аварии потребовалась медицинская помощь. О последствиях и причинах происшествия расскажет Рамиль Шайдулин. После аварии участники ДТП поспешили вызвать медиков. Их помощь потребовалась девушке, управлявшей автомобилем Киэрио. Впрочем, как выяснилось позже, травмы оказались несерьезными и от госпитализации она отказалась. У вас как состояние? У меня состояние нормальное. Ударилось об руль, просечение над губой и все. А подушки не сработали у вас? Поеду разбираться в автосалон. По предварительной версии, автоледи на Киэрио, как загорелся зеленый сигнал светофора, начала движение по проспекту Победы. В этот момент с улицы Родина в сторону Ломжинской перпендикулярно ей выехала Рено Дастер. Разминуться автомобили не успели. Корейская иномарка протаранила внедорожник и отлетела в столб. Как уверяет водитель Киэ, она не нарушала правила дорожного движения, заявив, что начала движение на разрешающий сигнал светофора. Второй участник аварии также не считал себя виновным, считая, что попросту не успел закончить маневр. Я завершал маневр, она отсюда выключилась. Вы, получается, не видели ее, да, даже как она ездила? Когда удар только. Я заканчивал отсюда. На разрешении товарища ехал он оттуда, трамвай линии переехал уже, и, видимо, красный загорелся. А этот на зеленый стал трогаться. Никто из автомобилистов не признал свою вину. Вероятнее всего, их обоих ждет разбор в ГИБДД. На нем автоледи готова предоставить запись со своего видеорегистратора. Рамиль Шайдуль, Айрад Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Решение перейти дорогу в неположенном месте привело 48-летнего мужчину к тяжелым травмам и больничной койке. По предварительной версии, он, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытался перебежать оживленную проезжую часть на улице Гвардейская в неположенном для этого месте. Некоторые автомобили смогли остановиться и пропустить его. А вот водитель груженой газели сделать это не успел. С очевидцами происшествия говорила Нафиса Менезова. Я думаю, что машина сталкивалась, кто-то там, где дорога перебегала. Очевидцы вспоминают, во время наезда грохот был такой, что им показалось, будто это автомобили столкнулись, но подойдя ближе, поняли и оказалось, что груженая газель под управлением 23-летнего водителя сбила 48-летнего мужчину. Водитель, увидев пешехода, пытался затормозить, но не смог обмануть законы физики. На проезжей части остались следы его тормозного пути. Сразу после произошедшего свидетели происшествия подбежали к пострадавшему и начали оказывать первую дворачевную помощь. По словам очевидцев, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Выходил он прямо из этого двора. Одну половину пройти он все же смог, а на второй половине его встретил автомобиль «Газель». 48-летнего мужчину с различными травмами госпитализировали в больницу. Свидетели наезда также сообщили, что у пострадавшего было рассечение головы и кровотечение. Медики прибыли на место быстро. Мужчина на тот момент был в сознании и даже сам хотел залезть на носилки. Очевидцы говорят, что было так только потому, что он находился в состоянии шока. От него, рассказывают, сильно пахло алкоголем. У него была рассечена кожа на лбу, было кровотечение не сильное. От него исходил запах алкоголя. Но ни это и не то, что пострадавший переходил дорогу в неположенном месте, не спасут водителя от привлечения к ответственности. Ему сейчас грозит ответить за то, что не смог предотвратить наезд на человека. Степень его вины будет определена после постановки точного диагноза пострадавшему. Нафиса Минязова, Адель Малахметов, вызов 112. Два человека пострадали в результате ДТП сегодня днем на улице Мазита Гафури. Там столкнулись Лада 13 модели и Лада Ларгус. Оба водителя ехали в одном направлении в сторону улицы Зайцева. 13-я двигалась по левой полосе, Ларгус по правой. В какой-то момент водитель последний резко поворачивает налево, желая, видимо, заехать во двор и таранит второго участника ДТП. Оба водителя получили различные травмы, однако вероятному виновнику происшествия досталось больше всего. Его, по предварительным данным, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу. В казанском продуктовом магазине обвалился пол и рухнул потолок. Инцидент произошел в торговом заведении на улице Дежнева. Все произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения. Как видно на кадрах, пол обрушился в торговом зале. В образовавшуюся дыру упала часть стеллажей вместе с товарами. Кроме этого, в подсобном помещении рухнул потолок. По счастливой случайности, никто из посетителей и работников заведения в момент обоих ЧП не пострадал. Как отмечают очевидцы, на данный момент магазин закрыт на ремонт. Сегодня в Ахитовском суде Казани допрашивали свидетелей по делу в отношении 42-летней воспитательницы одного из детских садов Казани Гульнары Аль-Мухамедовой. Женщина, по версии следствия, в ноябре минувшего года угрожала убийством и незаконно лишила свободы четырехлетнего малыша во время тихого часа. Кто что видел, узнала Альбина Минебаева. Сегодня на судебном заседании допрашивали двух свидетелей по делу об избиении и ограничении свободы несовершеннолетнего ребенка воспитателем одного из детских садов. Напомним, по версии следствия, Гульнара Аль-Мухамедова в ноябре минувшего года решила наказать нежелавшего спать во время тихого часа четырехлетнего мальчика. Метод наказания оказался довольно жестоким по материалам уголовного дела. Она била его изначально руками, а затем применила и связку ключей, после чего заперла в служебном помещении. Случившееся скрылось тогда, когда родители начали замечать странности поведения малыша. Поддержать бывшую воспитательницу в суд пришли ее друзья и коллеги, которые утверждают, что ничего подобного за ней никогда не замечалось. Они считают, что подсудимую оклеветали и она не могла так поступить с ребенком. Судебное разбирательство сегодня отложили, поскольку допрошены не все свидетели. К слову, адвокат экс-воспитательницы и она сама отказывается давать комментарии, поскольку дали подписку о неразглашении материалов дела. Альбина Менебаева, Анафиса Минязова, Адельмула Ахметов. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.